Встреча с Урала 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 Это были эмоции перед последним матчем стыковым, когда объясняли тренера? Это все-таки были эмоции? Ну, наверное, сразу же на эмоциях, конечно, но уже это решение зрело, и не один день. И вот я как-то еще раз повторюсь, я был уверен в тренере. И когда на решающий матч я увидел состав, и, конечно, я был в шоке, и я даже не лезу в состав. Многие говорят, что там Иванов все делает, там состав, там с тренерами рулит. Нет, конечно, ну это просто догадки все. Я тут уже даже действительно не выдержал, я вышел на поле, команда уже отминалась. Я подошел к тренеру и говорит, что такое, вы что делаете, зачем ребят подставляете, зачем так? Ну, получилось так, получилось, мы проиграли 2-0, но я до последнего верил, что мы поедем на ответную встречу, что мы выиграем, и все-таки решение было, что встряхнуть команду. И мы выиграли эту игру, но, к сожалению, одного гола нам не хватило. Как вы, как человек, переживали все это? Мне кажется, вы столкнулись с таким давлением. Кто вам помогает вот это все переживать? Семья, внуки, как? Ну, конечно, с внуками, с внуками отдыхаешь, когда приходят внуки, когда с ними. И, конечно, это другое все. Это немного отпускает, и уже смотришь, как они растут, как с ними играешь, еще что-то. Это, конечно, внуки, семья, конечно, помогают все это переживать. Вы перед беседой сказали, что задача номер один, конечно, вернуться как можно скорее в футбольную элиту. Вот с тем составом, который сейчас. Задача стоит не только в ближайшее время. Задача стоит однозначно, чтобы за сезон вернуться в премьер-лигу. Состав у нас для премьер-лиги, для ФНЛ очень серьезный. Очень серьезный. Все ребята сильнейшие остались, которые нам нужны были. Мы купили Итала, все-таки воспользовались правым. Это очень перспективный центральный защитник. Остался у нас Бегич, который стал, как бы не был центральный защитник, он стал лучшим бомбандиром. Так остался Эрик, остался у нас Мишкич. Так что у нас четыре, как тренерский штаб посчитал, четыре сильнейших иностранца у нас остались. Так что у нас приличный состав для ФНЛ. И мы будем стремиться с первых туров лидерство захватить и в конце концов решить задачу. А нет такого ощущения, вот часто, знаете, спортсмены профессиональные говорят, что вот проиграть иногда полезно. Это, знаете, как такой пинок, подщечина, чтобы стать еще лучше. Вот в данном случае для футбольного клуба «Урал». Или это очень жестоко, да, сезон ФНЛ? Ну, ты же подумаешь, падая и вставая, мы растем. Да, вот, я это имею в виду. Ну, да, было больно падать, наконец, с какой-то вершины, которую мы достигли. Я считаю, как бы не было на каких-то местах. Вы же поднимемся. Мы же верим в это. Мы верим. Я лично верю в это. Верю в это, что мы поднимемся и что мы решим задачи за один сезон. Наши болельщики заслужили все-таки. Большинство все-таки поняли, как отнеслись. Вот большинство болельщиков, вы же многих знаете. Я думаю, что это все-таки единицы. Ну, это кажется, что единицы. Много и таких болельщиков, которые там действительно всякие гадости писали и пишут, еще продолжают писать. Но основная масса болельщиков, которые понимают футбол, которые любят футбол, которые в любую погоду приходят на футбольные матчи, они, конечно, для них это было больно, обидно, но они с командой. Они все равно с командой. Они понимают, что команда нам нужна, что они любят футбольный клуб «Урал», и что они хотят за него болеть, и хотят болеть за него в «Премьер-лиге». И в «Фанел» они хотят. И я думаю, что самых... Мы вот сейчас, когда начнется сезон, мы самых преданных увидим. Вот кто любит, они придут и будут поддерживать команду. И в трудные... И в хорошие времена, и в трудные времена будут поддерживать. Но ты так же... Вот мы же, например, знаем, у тебя, например, есть ребенок, но она не всегда тебя радует. Бывает же, иногда какие-то она совершает, по-моему, свои ошибки какие-то совершает. Но ты же ее от этого меньше не станешь, не будешь любить. Ты же ее так же любишь, как она есть. Хоть пускай какие-то ошибки, она твоя дочь, ты ее любишь. Так же и я своих детей, своих внуков люблю. И масса таких людей... Дети совершают ошибки. Ну, команда... Ну, вот так получилось. Да, мы совершили ошибку. Случилось. Но команда, ее надо любить, ее все равно надо поддерживать. И я хочу, чтобы болельщики пришли на стадион. Я говорю, что вот истинные болельщики, которые там 8-9 тысяч, которые приходили... У нас же по 13, по 15, даже с ЦСКА 30 приходило тысячу. Я сам такого, на чемпионате мира такого у нас было. Но это бывает, знаешь, приходят там, вот там, я на «Зенит» пойду. Я хочу, чтобы не на «Зенит» или на «Спартак» ходили, а я хочу, чтобы на «Урал» ходили. И вот эти 7-8 тысяч, которые постоянно приходят, они приходили на «Урал». Они болели за «Урал». И они будут приходить, и они будут любить, и я всех болельщиков зову на стадион. Потому что у нас одна команда футбольная. Больше не будет другой команды. Ну, в ободримом будущем, как я вижу, такой не будет. Евро-2024. Мы сейчас знаем, что страсти кипят в Германии. За кого болеете? За кого переживаете? Кто нравится? Как-то нет. То, что вот я так, что болею, там, что-то за кого-то... Ну, кто победит-то, как вы думаете? А мы потом проверим. Ну, немцы, испанцы, кто-то из них... Как говорят, в футбол играют все, а побеждают немцы. Но так нет. Но я думаю, что в этом году испанцы выиграть. Ну, не важно, немцы или испанцы. Главное, чтобы мы через год вернулись в «Премьер-лигу». Это самое главное. Для меня это самое главное в этой жизни сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...